Город-загадка И вот мы стоим в ничем, казалось бы, непримечательном дворике позади кинотеатра Сыпрус. Сюда же выходит и тыльная сторона здания Таллинфильма. Само здание происходит из 50-х годов минувшего столетия, но над задним входом расположился своеобразный привет из средневекового прошлого – фигура льва, родом из 16-17 веков. Дело в том, что когда в 50-е годы разбирали руины, строили это здание, то нашли в подвалах банка, видимо, от здания средневекового, которое стояло на его месте, часть межоконной перемычки. Колонна витая, и она опиралась либо на просто постамент, либо же на фигуру ту или иную. Чаще всего в Ревеле 17-го века, 16-го века это были львы. И один из них, может быть, самый незнаменитый, благодаря хорошему чувству юмора того, кто это здание сдавал в эксплуатацию, кто его строил, сохранился. Напоминание о том, что и здесь у нас есть старина, здесь у нас есть привет от утраченного средневекового пласта. Наша следующая остановка у здания гильдии, которая, безусловно, знакома каждому таллинцу. Однако лишь немногие знают, что здесь располагался и первый эстонский кинотеатр. После пожара Оливиста здесь молился приход, здесь в конце 18-го века играл Ревеле 17-й театр. И здесь, ну что греха таить, на самом деле состоялся и первый в Таллине кинотеанс, след которого до сих пор у нас визуально ощутим. Мы можем его увидеть собственными глазами. Главное, не надо далеко идти, даже входить в здание не надо. Прямо у входа бронзовая табличка, на которой запечатлено это памятное событие. Она появилась здесь в 96-м году, в честь столетия первого кинотеанса в Таллине. Его программа была обширной. Зрителям показывали, например, сцены морского купания, виды Парижа, а также виды мчащегося американского экспресса. Настолько этот ролик пользовался популярностью, что всех желающих Большой Гильдии я не впускала. Не вмещал себе зал. И мальчишки уличные смотрели, правда, не в эти окна, здесь ничего не увидишь, здесь фойе. А заглядывали со стороны Берсикайка для того, чтобы приобщиться к искусству кино. Куда же мы отправимся дальше? Находимся мы с вами в помещении, которое на языке галантной эпохи именовалось кабинетом для припудривания носика. Но, естественно, это такое, скажем так, псевдоистическое название. Мы действительно находимся в уборной, в туалете одного из 12-х отелей в старом городе. Эта комната в средние века использовалась в качестве подсобного помещения. Но зачем же здесь это странное сооружение, своего рода портал в прошлое? Оказывается, это часть водопроводной системы старого города. К общим колодцам ходили рядовые граждане, а те, кто побогаче, приобщались к прогрессу. Представьте себе, что уже в середине 14-го столетия в Таллин пришла вода из озера Юлемиста. Не по трубам, конечно, она шла по открытому каналу, а под городской стеной, да, в дубовые трубы ныряло. И эти колодцы были все подключены к водопроводной сети. На сегодня наша экскурсия закончена. Но мы обязательно продолжим исследовать старый Таллин и его загадки в одной из наших следующих программ.